шаббат шалом дорогие друзья с вами равен каплан и недельная глава торы пин хас это недельная глава дорогие друзья начинается с того что всевышний воздает пин хасу к своему ревнителю за его решительные действия в отношении земли посмевшего привести в израильский стан язычницу раши дорогие друзья известный комментатор в своем комментарии обращает внимание на неоднократно повторение родословной пин хас упоминание о том что он был сыном элязара сына аарона куэна из чего раши делает вывод что такое повторение имеет целью не только сообщить о предках пин хасов сколько защитить его от осуждения народа утверждающего что как внук и дала поклонника и таро с другой стороны он унаследовала деда определенные языческие наклонность правильно ли поступил пин хас дорогие друзья спросите вы меня это не просто понять но мы попробуем с вами разобраться итак мы начнем с вами с того что с одной стороны его заслуги очевидно мор прекратился народ отшатнулся от дочерей маава и медиана и от их идолов конечно же и тысячи людей были спасены с другой же стороны пин хас казнил нарушителя без всякого суда да и вообще формально за подобный проступок вовсе не была положена смертная казнь более того дорогие друзья медраж сообщает нам что народ сначала счел действия пин хаса незаконными и хотел казнить его за убийство и только прямое вмешательство всевышнего спасло его как сказано когда бог сказал пин хас отвратил гнев мой от сыновей израиль и за это я заключаю с ним завет вечного мира пин хасу и потомство его поэтому навечно было отдана первосвященство только с помощью медража мы можем понять мотивацию и скрытую суть этого деяния внука аарона первосвященник начнем с вами с того что тара подчеркивает это родословную связь чтобы научить и поколение пустыни и все последующие поколения истине что к миру можно прийти не только путем терпения выдержки добра уговоров прощения это был путь аарона первосвященника но и с копьем ревнительно конечно же в переносном смысле это был путь пин хаса внука и так земли не наученный печальным опытом короха пытается решить галактический спор действиями основанными на своем понимании разногласий с машера бэйн которые тут же попадают в категорию тяжкого преднамеренного греха и этот грех не может и не должен оставаться безнаказан учителю это оказалось не под силам почему наверное от страха что в данном случае всевышний уже не простит свой народ очевидное падение которого привело его в отчаяние и лишило сил нужен был кто-то другой дорогие друзья и свыше избрали пин хас и он действительно стал спасителем народа и исполнителем приговора небес над земли однако у самоутвержденного поступка пин хаса оказывается есть еще один не менее важный аспект чтобы понять о чем здесь идет речь обратимся к мидраж на глазах у всего народа так там сказано земли водит в свой шатер медианку на этот дерзкий вызов главы колена шимона реагируют по-разному но все молчат и не протестуют и только пин хас внук арона первосвященника вдохновленный небесами вспоминает подходящую для данной ситуации галаху и обращается к машера бэйну с вопросом разве ты машера бэйну не учил нас галахе что истинный ревнитель веры должен обрушиться на человека публично который сожительствует сужеземкой учитель ответил пусть это исполнит в тот кто вспомнил теперь мы можем точно понять что было двухсмысленным в поступке пин хаса он был частным лицом но действовал так как если бы он был политическим лидером спрашивающим что нам делать и как это предотвратить и ручающим основа основанным на последствиях что спасет много жизни что по сути он действовал так как если бы он был машера бэйн он спас народ но представьте себе что произошло бы если бы рядовой член общества узурпировал роль главы государства если бы всевышний не одобрил поступок пин хаса если бы ему пришлось очень трудно разница между моральными и политическими решениями дорогие друзья становится явно ясной когда речь заходит о решениях касающихся жизни и смерти моральное правило таково спасение жизни имеет приоритет над всеми другими заповедями кроме трех кровосмешение идолопоклонничество и убийство если группа окружена например бандитами которые говорят сдайте одного из вас или мы убьем вас всех они должны быть готовы умереть а не сдать 1 и так проанализируем их диалог пин хас возмущен поступком земли он вспомнил то чему учил машера бэйну народ усина и знания галахи закона дает ему право поднять руку даже на вождя колен но свое действие он упреждает вопросом каравину и этим он исправляет ошибку своих дядей по отцу надава и авигу который также зная галаху с учителем не посоветовались за что были наказаны смертью с небес пин хас уже награда свыше приходит незамедлительно во первых к его душе присоединяется искры душ надавая вигу что добавило ему силу и решительности в этом поступке по отношению к земли и козби и во вторых дорогие друзья он фактически благословлен и становится вождем израиля в политике в отличие от морали святое жизни является высокой ценностью но не единственно что имеет значение так как это полагается правитель или правительство должно действовать долгосрочных интересах народа вот почему хотя некоторые в результате и умрут и правительство в настоящее время постепенно смягчает положение например а локдауне так только уровень заражения снизу снижится чтобы облегчить страдания или например облегчит экономическое бремя и восстановить приостановленные гражданские например свободы у нас дорогие друзья есть моральные обязанности как у отдельных людей и мы принимаем политические решения это разные вещи вот о чем история пинхаса по моему мнению дорогие друзья в жизни каждого из нас может наступить момент когда от него требуется совершить нечто неординарное поступок от которой многое зависит в его собственной судьбе и в судьбе всего народа обычно в этот ответственный момент хочется посоветоваться с учителем с раввином или просто знающими людьми тем более что это же рекомендует и наша традиция в поучении отцов перке вот 16 написано создай себе наставника но иногда решение человек должен принимать и сам подобным примером является поступок пинхас именем которого и названа наша недельная глава поэтому нужно понимать что если человек идет правильным путем то нет места к разочарованию и отчаянию тот кто правильно продвигается всегда должен быть в радости поскольку он проходит через все эти этапы пути и оправдывает их понимая что они необходимы для раскрытия его совершенства этого и нам всем и желаю дорогие друзья браха вас лоха много сил будьте здоровы шаббат шалом ваш раввин каплан